Армавирский пенсионер прислал в рубрику «Фотофакт» снимки детской площадки. Она находится в сквере по улице Ефремова, напротив магазина «Турист». По словам горожанина, площадка в плохом состоянии. Сломаны качели, торчат куски железа. За комментариями мы обратились в управление ЖКХ администрации города. Нам объяснили, что муниципальные детские игровые комплексы ремонтируются каждый год за счёт средств, выделенных из бюджета. В этом году они уже исчерпаны. Однако к весенне-летнему сезону 2018-го реконструкция обязательно будет сделана. Тем не менее, сотрудники ЖКХ пообещали, что обследуют эту площадку и постараются найти возможность привести её в порядок уже сейчас. А неравнодушным жителям они советуют не проходить мимо вандалов, которые ломают такие объекты, а делать им замечания. О сознательности стоит напомнить и некоторым армавирским водителям. Несоблюдение правил – основная причина аварий. В период с 6 по 9 ноября в Армавире произошло 28 ДТП. Два из них с пострадавшими. В пересечении улиц Урицкого-Ленина водитель автомобиля «Шкода Фабия» нарушила правила проезда пешеходного перехода, допустила наезд на пешехода. В результате пешеход с травмами был госпитализирован в городскую больницу города Армавира. На перекрёстке улиц Новороссийская «30 лет победы» водитель автомобиля «Киарио», управляя автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На сайте городармавир.ру продолжает работать рубрика «Спроси адвоката». Консультации проводит Виктория Вашурина. На прошлой неделе горожан волновали вопросы взыскания алиментов. На этой – правило временной регистрации по месту жительства. Если вам нужна юридическая консультация, обращайтесь и вы. Это бесплатно. Помогите найти малышам новый дом. С такой просьбой в рубрику «Фотофакт» обратился любитель животных. На пост спасателей, которые находятся на федеральной автодороге «Кавказ», подбросили трёх щенков. Сейчас их подкармливают, но оживлённая трасса – не самое лучшее место для малышей. Возможно, кому-то из наших телезрителей нужен хороший друг и сторож для дома. Щенки ждут новых хозяев. На сайте городармавир.ру продолжается конкурс «Я и моя семья». Присылайте свои самые интересные фотографии и истории к ним. Победителей ждут подарки. Подробности можно узнать на сайте городармавир.ру.